В Рязани появился новый вид развлечений – состязания роботов. Зрители, пришедшие в Рязанский радиотехнический университет, с интересом наблюдали, как умные машины пытались обогнуть препятствия и не сбиться с маршрута, поднять флаг, собрать кирпичи в корзину, выполнить другие задания на сообразительность. Создатели агрегатов не только радовались успехам механических помощников, но и сильно переживали. Каждому из участников отборочного этапа состязаний хотелось добыть путевку на шестой всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «Робофест-2014», где соберутся школьники и студенты от 9 до 18 лет. В Рязани региональный тур «Робофеста» проводится впервые. Будущую инженерную элиту страны собрал в своих стенах радиотехнический университет. Для вуза робототехника выходит на первый план научной и образовательной работы. Это направление вбирает в себя самые различные инженерные специальности, открывает необъятный простор для изобретательства. Начало разработкам положил студенческое конструкторское бюро «Аврора». Наше студенческое конструкторское бюро «Аврора» последние годы занимает лидирующие позиции в России по данному направлению. И подтверждение того является то, что в 2013 году наша команда «Аврора» стала чемпионом России на фестивале в Нижнем Новгороде. И в 2014 году, в июне месяце, будет представлять уже Россию на международных соревнованиях «Эль-Рок» в Польше. И желание ребят делиться этим и готовить себе достойную смену позволило на сегодняшний день создать на базе университета, в частности, на базе бизнес-инкубатора нашего университета, открыть робошколу, куда на сегодняшний день привлекаются или стекаются школьники со всего города и, самое главное, разных возрастных категорий, начиная от младших классов и заканчивая старшеклассниками. И каждый из них получает интересную, достойную программу обучения в рамках этой робошколы. И, на мой взгляд, удовлетворение родителей этих школьников, которые с удовольствием ведут их сюда, это и есть то, чего мы хотели добиться, но, самое главное, привить нашим сегодняшним школьникам любовь и интерес к инженерной специальности, к технике, что на сегодняшний день достаточно важно. Дружба с роботами быстро перерастает в любовь, когда ни создатель, ни его изобретения уже не могут существовать друг без друга. Идеи выходят на новый уровень, повышается интеллект механизмов. 90% сложности любого робота – это как раз искусственный интеллект. Механика уже давно превосходит возможности человека. Датчики видят глубже, дальше, в инфракрасном диапазоне. Они реагируют быстрее на любую информацию. Но вот сопрячь все это в одном месте, в одно время, может только очень мощный алгоритм искусственного интеллекта. Без этого робота просто нет. Авроровцы, к примеру, постепенно насыщают интеллектом автотранспорт. Их машинобеспилотник, микроавтобус «Газель» с автономной системой управления занял первое место в чемпионате России по автоматизации транспортных средств. Сейчас команда готовит очередной умный автомобиль к мировому первенству роботов в Варшаве. Разработка держится в секрете. Но съемочной группе РВТВ Станислав приоткрыл тайну. Можно вот последить, если эту тенденцию, то можно увидеть, что автомобиль будущего будет иметь все четыре поворотные колеса. Человек может управлять только двумя передними. Степеней свободы не хватает, чтобы еще задними управлять колеса. Поэтому нового типа транспортное средство, конечно же, будет маневреннее. Оно будет иметь возможность двигаться в любом направлении, то есть боком. Или, как мы говорим по-научному, мы будем иметь голономную систему полностью. Вы можете парковаться боком, вы можете перестроиться из одного направления в другое, не меняя скорости, потому что вам не нужно будет сбавлять ее из-за того, чтобы вас там не занесло. И сразу все четыре колеса повернулись. Более того, робот может видеть вокруг себя на 360 градусов, у него много глаз. Человек может видеть только вперед. Поэтому все эти возможности роботов нужно, естественно, использовать в создании вот этого транспортного средства. В арсенале начинающих роботехников различные конструкторы. Однако мало собрать робота из готовых деталек и придать ему нужную функциональность. Важно вложить в него мозги, качественно запрограммировать. Потому что часто бывает так, что роботы абсолютно одинаковые, но у этих ездят по линии в два раза быстрее, чем у другой команды. Это является как раз, наверное, основным в соревнованиях. Этот робот можно сделать с помощью этих мишлей, захватывая банки. И тут есть такая штука, вот две банки сюда в микросолик, то есть мишня вот так скрепляется. Вот две банки. Ресурсный центр программы робототехника на базе РГРТУ создан специально для привлечения молодежи к техническому творчеству. Сертифицированные преподаватели обучат работе с микросхемами и станками, объяснят, как оформлять и защищать проекты. Анастасия надеется, что робошкола создаст вокруг себя своего рода магнитное поле, и в учебных заведениях будут открываться кружки, где начнут собирать и изобретать роботов. В настоящий момент у нас открыта городская робошкола при РГРТУ. И мы сотрудничали с многими уже кружками техническими, станциями юных техников в городе РГРТУ. Многие школы заинтересовались, звонят в детские сады. Школа с граммичными возможностями. Все хотят. Будем стараться вставлять оборудование, заниматься с детьми. И поэтому мы здесь хотим под одной крышей объединить все станции юных техников, различные кружки, которые занимаются не только в нашем городе и в области, под одной крышей, чтобы они здесь могли помериться силами, посмотреть друг на друга, ощутить, кто сильнее, кто может чему-то научить вас, с кем можно пообщаться, поделиться мнением и так далее. Это важно. То есть это создает среду, в которой, как мы и называем, происходит перекрестное появление. Нельзя все время заниматься в закрытом помещении, не смотря, что происходит у соседей. Ну а лучшие команды мы повезем в Москву в 2014 году, а там уже на всероссийских испытаниях есть возможность попасть и на мировые. Роботмены сокрушаются. Российская экономика не успевает за вызовами времени. Такой отрасли, как робототехника, пока официально не существует. Видимо, для того, чтобы она появилась, надо воспитать не одно поколение приверженцев умных машин. В стенах радиоуниверситета к этому уже приступили. Мы, с твоей стороны, попытаемся всячески поддерживать. Мы, допустим, соглашены со многими федеральными фонами, которые оказывают поддержку, научную и инновационную поддержку. И мы предоставляем субсидии на научные и инновационные деятельности. Поэтому все эти школьники, которые сейчас участвуют в данном направлении, они подрастут, встанут на ноги. И для них это будет с приятным сюрпризом, наверное, то, что государство оказывает поддержку, в том числе финансовую.